всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы поделиться с вами таким интересным опытом с которым я сам столкнулся непосредственно в рамках своей работы но я уверен что профессионалам кто работает на разных студиях в разных секвенсорах сегодняшняя такая скажем подсказка будет очень полезно значит в чем суть вот мы ездили на студию и записывали группу которая играла одни и те же песни просто несколько дублей то есть у нас есть несколько композиций как видите темпо трек проставлен все это было записано в про тулсе и оттуда с помощью и и файла а это такой формат скажем так обмена между между разными мультимедийными программами в котором вшивается мета данные по расположению различных регионов времени и по их названию и так далее по длине все располагается вот автоматически то есть все это было записано про тулсе и в лоджике с помощью команды файл импорт и f вот можно все это импортировать то есть если что вот так это выглядит в экспорте то есть вот у меня сохраненный и файл в котором сохранена вся информация и вот как вы видите тут очень много ва файлов которые вручную если вставлять проект естественно садишь с ума потому что здесь нет неадекватных названий ничего это просто набор кучи файлов которые ну естественно представляют собой вот эти конкретные записи но как вы видите здесь есть явные пояснения что это бас бочка с нейр райт и так далее а здесь с таким мультитреком работать невозможно тем более что все это еще должно быть расставлено в разное время в разные сетки в разном темпе и так далее поэтому и файл для этого генерируется и он эти все файлы даже в лоджике несмотря что все записывал с довольно старым про тулси который уже не обновлялся много-много лет вот все это импортировалась но я хочу использовать все преимущества logic то есть вот например у меня есть композиция вот она мы записали 4 дубля то есть группа играл полностью здесь барабаны здесь гитара здесь бас и так далее и возможно что барабаны я например хочу взять частично там из первого дубля частичные там из третьего дубля и так далее антре бас хочу взять полностью из первого дубля и частично из первого из второго дубля в общем вы понимаете все вот эти прелести работы с дубливыми папками но естественно в таком виде я сейчас не смогу потому что мне эти дубли просто независимые там как-то резать отдельные части но это естественно невозможно то есть в этом нет никакого смысла поэтому что можно сделать сделать можно одну очень простую вещь который я вам сейчас покажу доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене в лоджике есть функция упаковывания в папке то есть вы знаете что дублевая папка автоматически создается при записи поверх то есть когда мы пишем поверх аудио друг на друга то автоматически создается дублевая папка но мы ее можем искусственно создать причем здесь я буду делать очень такой финт ушами скажем так то есть сперва вот у меня первый дубль вертикально записанный первый дубль я сейчас каждую дорожку каждый инструмент упакую в дублевую папку как-то делается просто правой кнопкой мыши либо control клик и вот в закладке фолдер есть команда пк take folder не путаться обычной папка именно take folder то есть вот из команда если что ну вот она мне уже выведена сюда давайте нажимаем и вот у меня просто мой файл упаковался как первый дубль то есть вот цифра 1 и вот он только один в этой дубле в папке лежит а теперь то же самое сделаю сейчас со всеми вот этими остальными файлами очень важно именно делать по одному потому что если мы выберем сразу все файлы то они просто упакуются в одну общую папку нам это не нужно то есть это разные дорожки разные микрофоны и естественно все это должно быть независимо поэтому такую некую рутинную работу придется проделать так почти все все мы закончили то есть все наши инструменты они упакованы и дальше очень простая история то есть если мы у нас есть дублевую папка то в режиме snap и drag в режиме over lab мы при перетаскивании какого-либо региона поверх дублевой папки она автоматически как бы про проваливается в эту дублевую папку как новый дубль то есть это у меня сейчас первый дубль я выделяю все вот эти последующие регионы второго дубля и просто поверх перетаскиваю наши дублевую папки и вот мы видим что теперь у нас на каждой дорожке есть по два дубля более того меня автоматически сейчас выбрался второй дубль потому что он был сверху то есть я его перетащил теперь делаем то же самое с третьим дублем также выделяем все регионы и перетаскиваем ровно по началу первого дубля все упаковался третий дубль и делаем то же самое с четвертым дублем и также поверх перетаскиваем нашего региона все теперь все мои четыре дубля здесь папки я могу открыть микшер удостоится что меня включена группа то есть сейчас нажимаешь shift g это команда по активации группы у группы вот давайте посмотрим у меня вот такие настройки то есть только editing и теперь я могу быстро переключаясь на добавив группу все вот эти дорожки я теперь могу просто на любой из дорожек переключиться на 3 дубль и вот они все переключились на 3 дубль то есть я могу послушать быстро прямо здесь каждый дубль отслушать первый дубль второй дубль и так далее единственное что важно помнить что это работает естественно когда музыканты начинали с одного места то есть у вас четко был договор что музыканты два такта слушают метроном и потом вступают потому что если музыканты в разных дублях вступали в разное время или там проиграли с разным темпом то такой метод будет вам конечно неудобен и бесполезен поэтому имейте это ввиду что здесь вот важны эти вводные данные и дальше я уже могу просто собирать разные элементы из разных дублей то есть брать при начало из одного дубля конец из другого дубля это очень удобно вот такой вот метод имейте его в виду то есть если нет возможности где-то на студии писаться в том же logic естественно я бы выбрал бы этот вариант это гораздо удобнее сразу писать дублевые папки но если вдруг какого варианта нет есть какой-то другой секвенсор удостоверьтесь что есть формат aaf который может экспортировать вот в таком виде всю сессию из другого секвенсора как правило всех современных секвенсоров этот формат поддерживается поэтому никаких проблем нет и потом с помощью я здесь поставил snap в бар чтобы точно нас не сбились там доли и так далее чтобы нас к такту привязывалась и также включил обязательно абсолют валью то чтобы у нас именно точно по сетке поначалу такта передвигались регионы и вот самый главный режим drag совместно с упакованными в дублевую папку первыми регионами у нас вот как раз дает нам такие возможности по быстрому упаковыванию всей записи в дубле ну и мне соответственно остается для каждой из записанных песен сделать такую же историю то есть вот три дубля у меня вот точнее вот потом дальше у меня еще тут три дубля следующей песни вот еще три дубля следующей песни четыре и так далее я теперь с каждой делаю такую же махинацию с каждому первым дублем и в него потом перекидываю соответствующие 2 3 там 4 если есть 5 дубль что ж вот такое получилось видео пишите обязательно в комментариях знали вы про эту фишку и будет ли она вам полезно надеюсь что будет ну и как всегда пишите свои вопросы я всегда на связи во всех соц сетях нашим telegram чате обязательно туда вступайте если еще не там нас там уже почти 2000 человек каждый день обмениваемся опытом новостями из мира музыки без мира звука помогаем друг другу в решении проблем делимся своим материалом мы собираем фидбэк в общем я там всегда на связи самые интересные вопросы я разбираю вот в таких вот видео роликах на нашем youtube канале поэтому обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик ролики выходят каждое воскресенье ну что ж с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем успехов в творчестве всем пока